МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец 19 века. К тому времени самым скоростным видом транспорта был железнодорожный. Железные дороги строились быстрыми темпами, промышленники и простые люди высоко оценили удобство и скорость. Поэтому и Российская империя, и вся Европа нуждалась в локомотивах. Один из заводов по производству локомотивов начали строить и на территории Луганского уезда. Паровозостроительный завод, основанный в 1896-м, работает до сих пор и теперь известен как тепловозостроительный завод имени Октябрьской революции. Но в народе его до сих пор называют именем его основателя – завод Гартмана. Густав Гартман родился 10 июня 1842 года в немецком городе Хемнице. Отец Густава, Рихард Гартман, был успешным и очень известным промышленником в Германии. На его машиностроительном заводе работало около трех тысяч рабочих. На сегодняшний день выявились новые факты об этой династии. Дело в том, что нам недавно подарили вот такую книгу. Здесь в книге описана вся династия, ей было 200 лет. Основателем здесь считается Рихард Гартман, отец Густава Гартмана. И здесь очень много страниц рассказывает именно о Густаве Гартмане. Книга так и называется, видите, «23-я династия». И вот древо этой династии, начиная с родителей Рихарда Гартмана, и дальше идёт ветви. У Рихарда Гартмана родилось, как такое, 8 детей, живых осталось 6. И эти шестеро детей показаны их даты рождения. И, в принципе, в этой книге описывается, где эти дети работали. Что касается нашего основателя завода Гартмана, Густава Гартмана, здесь показано, что он женился на женщине, та, которая ему родила двух детей, Магдалина и Елизавета. Первая жена прожила совсем немного, 31 год. Густав Гартман женился второй раз на её сестре, и в их браке больше не было детей. Густав унаследовал от отца деловую хватку и, обучаясь в коммерческом училище, одновременно помогал отцу на его производстве. Известно, что в довольно-таки юном возрасте он представлял предприятие отца на международных выставках. Густав Гартман набирался опыта, пробуя себя в различных видах промышленного производства. Работал на предприятии по импорту хлопка, локомотивостроительном заводе, литийно-угольном производстве. В последствии он стал совладельцем предприятия отца, руководил его заводом. В должности директора Саксонского машиностроительного завода он наладил связи со многими странами, которые стали крупными заказчиками его изделий. По-видимому, в характере Густава Гартмана было то, что в бизнесе он любил всё новое – узнавать, осваивать, поднимать убыточные предприятия и выводить их на новый, более высокий уровень. В наше время его назвали бы антикризисным менеджером. Так, в частности, являясь членом надзирательного совета металлургического завода в Лаугамере, Густав Гартман приложил все силы для того, чтобы реконструировать и расширить убыточный завод настолько, что он стал ведущим предприятием немецкой металлургической промышленности. В 80-м годах XIX века Густав Гартман становится членом наблюдательного совета Дрезденского банка, а с 1887 года его директором. Уже будучи на этой должности, он начинает переговоры по созданию Русского общества машиностроительных заводов Гартмана в Луганске. Интересный факт – Гартман сомневался, где нужно построить завод. У него было два варианта – Польша или наш Луганский край. Сравни польское расположение той местности, в которой хотел построить завод, и наше расположение именно в Луганске, чтобы предоставили ему документы. Все-таки он твердо решил построить в городе Луганский. Об этом свидетельствует телефонограмма, где он решает все-таки построить в городе Луганский. Построили этот завод буквально за 4 года, что характерно, его устраивало многие факторы, которые способствовали бы быстрому строительству этого завода. Прежде всего, это земля, закупленная на бродский крестьян, было 40 десятин земли. Затем простой люд, который бы работал в этом заводе, потому что это впервые было крупное предприятие в городе Луганске, и оно дало бы многим рабочим зарабатывать здесь деньги именно на этом заводе. И третье, то, что было рядом, речка Луганка, вот это очень важно было, и руда. Как мы уже упоминали, в то время железные дороги строились быстрыми темпами. И если в 1837 году в России было построено всего 26 километров железнодорожного полотна, то через 20 лет его протяженность составляла уже 1589. Соответственно, увеличилась потребность в подвижных составах. Получив разрешение о строительстве завода, Густав Гартман отдал распоряжение о начале строительства. Наш завод построили в основном совместно, но в большинстве это были иностранцы. Они вложили свои деньги в акции. Это представители Германии, это Дрезденский банк, Санкт-Петербургский международный банк. Самому Густаву Гартману принадлежало тысячи акций. Каждая акция была 100 рублей золотом. Ну и другие фамилии, есть список акционеров этого общества. В основном это были иностранцы. 80 почти процентов составляли иностранцы. И мастера тоже были иностранцы. И естественно, зарплата у них действительно отличалась от простых русских. Как всегда в своей работе Гартман провел при создании нового предприятия все свои лучшие деловые качества, напористость, организаторский талант, выдающийся способности финансиста. Интересно, что к участию в судпоставках он допускал только немецкие фирмы, таким образом помогая немецкому производству. Как писала о нем газета «Дрезденские известия», Гартман – человек, двигающий вперед немецкую технику. Строительство завода происходило быстрыми темпами. Необходимые для строительства оборудования и станки доставлялись из родного города Гартмана Хемница. Металлические стержни поставлялись прямо с города Хемница. То есть каркасы поставлялись из города Хемница. И кирпичи доставлялись очень просто, потому что на заводе построили сам кирпичный завод с клеймом Гартмана и строили старые цехи завода. До сих пор сохранились некоторые цехи завода, построенные из этого кирпича. С момента основания завода в 1896 году до июня 1908 года Гартман являлся председателем управления Русского общества машиностроительных заводов Гартмана. Официально завод управлялся из Хемница. А здесь на месте руководили работа предприятия, назначенные управляющие. Первым управляющим был Андерсон, британец. Он хорошо уже знал русский бизнес, и ему строить в городе Луганске в принципе было небольшой проблемой. С 1900 года начался выпуск локомотивов. 25 сентября 1900 года первый грузовой локомотив покинул заводские цеха, а через год пассажирские. Есть сведения, что Густав Гартман приезжал в Луганск, чтобы увидеть первый выпущенный локомотив. Из некоторых документов, и даже благодаря этой книге, что нам передали, становится ясным то, что он приезжал в 1900 году, это был выпуск самого первого паровоза на заводе в 1900 год. Это было 24 мая 1900 года. Есть фотографии, где вот большое количество людей, и вот этот первый паровоз. По упоминаниям, что в 1900 году он был единственный раз на заводе в 1900 году. Завод занимался изготовлением всех полуфабрикатов для локомотивостроения и сборки локомотивов. Известно, что за период с 1901 по 1909 год завод поставил 1300 паровозов. Цифра внушительная. За этот период число сотрудников выросло с 1500 до 4000 человек. Вот перед вами один интересный документ, прошение, поданное имя русского царя. Обратите внимание, пожалуйста, в том, что вот Густав Гартман подписан кириллицей, то есть русскими буквами, он и везде, кстати, он подписывался, Густав Гартман кириллицей. И что касается банковских дел, бухгалтерских вопросов, тоже его подпись, везде была кириллицей Густав Гартман. Наряду с локомотивами завод выпускал серый чугун, мостовые секции, резервуары, котлы, механизмы для нефтяной промышленности. Начиная с 1901 года ежегодная прибыль завода составляла 1-2 миллиона рублей. В принципе, завод шел успешно, и в 1905 году он, в принципе, превзошел даже, как таково, в России существовало 8 заводов, а наш был завод по возведению 9-й. И рекорд, установленный в 1905 году, 245 паровозов за год, это был рекорд в России. И этот рекорд никто не превзошел. Первые годы вообще были успешны. Конечно, все, что происходило в стране, отражалось, естественно, на экономике и нашего завода. Были кризисы, были спады, предприятие выживало, сделали стальные валы, котлы делали для судов и так дальше. Были свои проблемы на предприятии, и предприятие выживало. Были даже прибыльные времена, когда 12 копеек с рубля была акция каждая, то есть дивиденды были 12 копеек с рубля. Это было очень много. На родине Густава Гартмана в Германии его заслуги в области промышленности и торговли получили большое признание. С 1903 года он становится тайным финансовым советником Королевства Саксония. В 1909 году Дрезденское высшее техническое училище присвоило ему звание почетного доктора-инженера. Густав Гартман был отмечен орденами и другими отличиями правительства страны. Густав Гартман умер 20 октября 1910 года, находясь на лечении близ Мюнхена. Хоронили его в родном Хемнице. Попрощаться с выдающимся немецким промышленником пришло около 7 тысяч человек. Нужно сказать, что память о Густаве Гартмане и этой династии промышленников бережно хранится в его родном городе Хемнице. Нам удалось побывать двум человеком в Германии, познакомиться с тем городом, с людьми, которые чтят его память и установить некоторые документальные факты. Нам очень много удалось провести интересных документов, узнать его биографию дополнительно. И мы узнали о том, что, естественно, очень знаменит в Германии его отец Рихард Гартман, это крупный немецкий прогрессивный промышленник. О Густаве Гартмане меньше знают, но, тем не менее, его имя увековечено. И вообще династия Гартмана в городе Хемнице увековечена, есть переулок Гартмана. И Густав Гартман похоронен на одном из кладбищ, где установлен им памятник в городе Хемнице. Раньше назывался этот город Карлмаркштадт. Интересно, что помимо памяти о промышленнике Густаве Гартмане, в Хемнице помнят и о его детище – паровозостроительном заводе в Луганске. Информация об этапах становления и развития завода есть в местном музее. К сожалению, у нас в городе мало знают о Густаве Гартмане, несмотря на то, что старожила по старинке все еще называют завод Гартмановским. А ведь благодаря этому человеку мы получили завод, который впоследствии стал градообразующим предприятием, был известен за пределами страны. И были годы, когда завод давал работу около 40 тысячам луганчан и дает возможность иметь работу и в наши дни. У наших работников музея были большие планы. Солете очень хотелось музейникам добиться, чтобы памятник поставили Густаву Гартману. Все-таки он основатель нашего предприятия, но не удалось поставить памятник из-за того, что основная и действительно объективная причина – предприятие выживало. Это были 90-е годы, были большие проблемы. Увековечить его удалось только упоминанием в книгах его биографии, его фотографий. У нас вышло несколько книг 100-летий, 110-х годовщин, где полная биография Густава Гартмана идет. И еще что к 100-летию сувенирами являлись памятные медали с его изображением. И еще особым гостям к 100-летию, ну я имею в виду иностранцам и высокопоставленным лицам, вручались сувениры вот такого образца Густава Гартман. Завод, основанный в 1896 году, Густавом Гартманом работает до сих пор. Тепловозостроительный завод был и остается самым крупным предприятием города. В настоящее время здесь трудятся около 7 тысяч человек, причем работают здесь целыми династиями, чем завод всегда гордился. А еще у завода есть своя история, где есть и боевые, и трудовые подвиги, и выдающиеся личности. Многие страницы истории завода составили славу и были гордостью нашего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА